Это программа СИЮН. Сегодня у нас в гостях руководитель творческой студии Чудо-ручки Анастасия Боярская. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Настя, ну мы с вами сегодня поговорим о вашем некоммерческой организации, которая у вас возникла более года назад, да, наверное? Ну да. А почему именно творчество? Ну, так, не знаю, легли карты, что ли. Просто когда я сама занялась рукоделием, я вяжу спицами и крючком, появилась идея создать группу ВКонтакте под названием Чудо-ручки. Но идея была, как бы инициатива была моя, а создавали мы совместно с девушкой знакомой. На данный момент мастер творческой студии Татьяна Ермолина, она занимается бесероплетением. Вот. И мы вместе с ней группу создали. А потом пошло это все, стало разрастаться, стали мастера, сами хотели сотрудничать, вступали в группу. И я сама приглашала лично, выискивала мастеров на Ренмаре. И вот таким образом все в единое творчество и преобразилось. Ну, несмотря что у вас такой маленький возраст, вы пользуетесь огромной популярностью. А могли бы рассказать секрет? В чем секрет вот этой ажиотажа такого? Многие к вам хотят попасть. Вообще, для кого сейчас ваша студия? Кто занимается? Детки, взрослые, мамы с детьми? Студия была изначально создана для того, чтобы вводить творчество в массы. Чтобы население интересовалось творчеством. Чтобы дети, учитывая современность, учитывая то, что они в основном сидят за компьютерами, чтобы они немножко отдохнули от этих компьютеров, от эволюции вот этой вот. Вот. И занялись, в конце концов, рукоделием, потому что это все-таки развитие идет и умственная ведь, да. Дети, когда работают руками, это моторика и все. Вот. И все-таки ребенок, когда занимается творчеством, он и спокойнее становится. И наша студия работает для всех, независимо от возраста. Это и маленькие детишки, там два годика, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Вот. Все, кто интересуется данным видом занятий, они приходят с удовольствием на наши кружки, мастер-классы. На данный момент кружки организованы детские, а вот мастер-классы и для малышей, и для взрослых. Все могут посетить наше занятие. Я вот хочу зрителям дать такую информацию, чтобы было понятно, что у вас сейчас восемь мастеров, да, восемь молодых девушек, которые вяжут, варят мыло, шьют, создают интерьерную игрушку, занимаются скрабукингом. Вот хотелось поузнать, что же все-таки такое скрабукинг, что это за новое направление? Или еще какие у вас новые виды современного творчества вы используете в своей работе? Ну, из современности это, конечно же, свет-дизайн. То есть букет из игрушек, из конфет, то есть ты, когда идешь на день рождения, можешь подарить не просто коробку конфет, а оформленную ее в букет, например, красивый, который потом будет стоять все время, он не завянет. Конфеты съели с кружкой чая, да, а букет стоит, и он украшает интерьер и радует глаз. А в плане направления скрабукинг, ну, на данный момент представлены работы, это блокнот вот такой вот изящный. Ага. Можно посмотреть. Да. Вот. И магнит, например, на холодильник. То есть, ну, это оформление тех же магнитов, открыток, блокнотов, все, ручная работа, то есть полностью все это сделано ручками, без всяких каких-то фабричных штантов. Настя, ну вот любое новое направление, любое рукоделие требует какого-то опыта, да, навыка. А вот где ты брала нужный опыт, где набиралась нужного опыта? Опыт набирался, не знаю, к счастью или к сожалению, без какой-то специальной школы. Это все было чисто на собственной инициативе, по книжкам, по любимым, между прочим, книжкам, потому что тот же интернет, он дает информацию, но вот как-то бумага, она все-таки ближе. Может быть, ввиду того, что и в школе мы всегда же с книжками, в библиотеку идешь за книжкой, какую-то информацию ищешь. Это современные дети, они больше быстренько в интернет залазят и уже там информацию ищут. Но на данный момент я лично больше по книгам занимаюсь, да, какие-то новые техники в вязании нахожу, это все книги. А так интернет, конечно же, в помощь. Там информация современная, доступная, обширная такая, тем более это быстро. Ну и с учетом навыка, опыта, где-то ведь из головы берешь, уже начинаешь сам думать, соображать, как тот же мотив крючком связать, уже его где-то догоняешь своей головой. А еще вот одно из ваших направлений – это мыловарение, да? А вот где берете материалы? Например, у нас в городе сложно, наверное, с этим. Да, даже если вот, например, взять вязание, да, пряжа у нас в городе есть, доступно все. А вот для мыла, конечно же, это все покупается в других городах. Даже основа, она идет с закупкой в другие города. А средства вы где берете для закупки материала? Финансирование на данный момент, вот у нас уже идет второй проект, называется «Талант в каждом». Финансирование проекта идет за счет окружного бюджета. Мы выиграли конкурс гранта, организуемый департаментом региональной политики Нинско-автономного округа. И вот финансирование идет туда. Мы закупаем материалы на это финансирование и проводим, ну, соответственно, ведем работу уже. А какие вот дальнейшие ваши творческие планы? Может быть, хотите расшириться, раз такой большой спрос? Ну, расширение, конечно же, не то, чтобы даже хочется, это надо. Да, все-таки это будет двигатель такой для развития, да. А планы в первую очередь – это новые проекты. Сейчас вот проект «Талант в каждом», он у нас идет до марта месяца. После него, естественно, будут новые проекты. Ну, конечно же, для того, чтобы было финансировано, чтобы закупать материалы, мы будем участвовать в конкурсах грант. То есть, если здесь есть финансирование, мы будем обязательно участвовать. Вот. И будем искать еще новые пути финансирования, чтобы можно было одновременно несколько проектов, например, вести. Также с возможностью выезда в поселки. Мы вот ездили в августе в поселок Красное, проводили там День творчества. Хотелось бы уже повыезжать и в отдаленные деревни и поселки нашего округа. Вот. Поэтому планы у нас большие, творческие, интересные. А к вам вот ходит население. Какое любимое направление они выбирают для себя? Уже, наверное, вы выяснили, да, что наше население любит больше всего делать? Вязать, вот скраббукингом заниматься. Для детей – маловарение. Вот это процесс увлекающий. Ну, мне кажется, и для взрослых очень тоже интересно. Я как-то со своими детишками, сыновьями тоже ходила на маловарение к Ольге нашей. Вот. И этот процесс, он завлекает всех. Во-первых, и несложно, и очень красиво, интересно. Там же разные методы. Можно просто мыльце сварить, можно двуслойное мыльце сварить, фигурку вырезать. Вот. Поэтому больше маловарение. Но, например, постарше девушки, да, ну или нашего возраста, вот мамы, они очень интересуются куклами. То есть вот Екатерина, две Екатерины, два мастера у нас, кто шьют, они проводят для них активно мастер-классы. К тому же мамочки вот больше к куклам интерес проявляют. А ваши куклы, вот игрушки, они участвовали где-то, может быть, в российских выставках, фестивалях? Или это еще только планы на будущее? Это пока в планах. Мы на данный момент подаем заявку на конкурс в Малых Карелах. На данный момент у нас в округе мы участвовали вот на Аргиш-надежды выставке. Ну и до этого все праздники, которые проходят в городе, мы всегда участвуем на ярмарках, выставках. А не было такой идеи создать вот национальную куклу и вот такой бренд выставлять уже на российском уровне, чтобы какая-то своя изюминка была? Национальная кукла у нас есть, у Екатерины Тарасовой, она не на чек, у нас шьет, да. А пользуются вот ваши игрушки, изделия на ярмарках с спросом? Вы, наверное, неоднократно уже выставлялись, да, на праздники города вас тоже можно было увидеть. Да, спрос есть. Спрос есть, поэтому есть предложения. Еще скажите, пожалуйста, вот, чтобы нашим зрителям было понятно, где вы находитесь и когда проходят ваши занятия для детей, для взрослых? Вообще, когда вы, по каким дням организуете мастер-классы? На данный момент больше мы базируемся в Центре народного декоративно-прикладного творчества по адресу улица Ковылки 2А. Они нас любезно приняли в свои стены. Мы там размещаем свои изделия, проводим кружки мастер-класса. На кружоке мастер-класса нужно обязательно записаться, то есть нет такого именно свободного посещения определенных дней. Когда уже запланирован мастер-класс, мы выставляем информацию либо в газете, либо больше, конечно, сразу же своевременная информация идет в социальных сетях ВКонтакте, в нашей группе Чудо-ручки. Там нас можно всегда найти. И в плане, если задать какие-то вопросы, можно позвонить по телефону, можно мне задать вопрос, можно Екатерине, как администратору, руководителю проектов. Телефоны наши указаны также в социальных сетях ВКонтакте. Спасибо вам большое, Анастасия, за интересное интервью. Я думаю, после вашей встречи телезрители захотят заниматься рукоделием. Очень надеюсь на это. Мы будем ждать всех, чтобы заниматься вместе. Это была программа СИЮН. У нас в гостях была Анастасия Боярская, руководитель творческой студии «Чудо-ручки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова